приветствую всех на канале армрестлинг май лайф и сегодня мы ведем трансляцию соревнований зиги строн 2018 где поборют именитые спортсмены за главный приз бриллиантовое кольцо стоимостью 10 тысяч долларов и главный претендент дмитрий трубин на левую он проиграл дважды не очень выступил что-то там говорят связка у него но на правую он прошел всех просто очень легко организация соревнований ну такая средненькая скажем не сравнить с мазуренко так как все-таки были такие не очень хорошие моменты например трансляция когда велась один стол показывался вообще с ракурса где тяжело было рассмотреть борьбу финалы которые еще видео будет на канале они также получаются операторы стояли за спинами спортсменов и давали старт и просто не видя как чем борол какой техникой ну как бы вот такие нюансы которые нужно как бы знать соревнования хорошие спонсор хороший вот-вот небольшое помещение правда у них вот это кстати судья трубина два раза пол дал и чуть и послал в нокаут на правую руку смысле не проиграл такой трубит такой блин апелляцию надо подавать ну прикольно правильно так оно и должно быть несмотря на ранг и знаменитость судей то есть не судей спортсмена так соревнования интересные вот конечно надо там побывать видно что на каком-то где-то высоко столько народа но чтоб хотелось просто чтобы больше именитых было спортсменов так как бы хватало но хотелось бы увидеть и другие лица знаменитые так смотрим состав тут составе где-то 8 9 человек то есть один-два таких крепеньких остальные с маленьких категории короче можно уже сразу сказать что скорее всего трубин заберет награду нормально поехать 10 тысяч долларов забрать нормально смотрим первый поединок вам просто в хламину так они чё-то возвращаются конечно посмотреть габариты один больше в два раза посмотрите ну не в одном почти но вот этот маленький он подставку ставить ну как он на самом деле нормального роста но ему надо в трицепса он любит в 30 заходить очень жестко ну конечно с этим может и не получится но он пробует все хотят колечко колечко как девушки приехали за колечком девушки там одет очень красивый такая униформа у них хорватская не там вообще без шансов получают вот об этом ракурсе говорилось это хорошо что от маленькие еще видно что как в руки принципе тоже движение а вот представьте когда большие то рук вообще не видно кто вообще придумал так ставить ракурсы уже в комментариях жаловались работать надо конечно над соревнованиями улучшать их чтобы они тоже поинтересовались того будет вообще хороший турнирчик слева этот спортсмен болгарин и пол вроде бы если не ошибаюсь он саша андреевым нормально затянул но на самом деле крепенький а мужиков голых показывает сзади рекламка внимание на это вам показывает колечки какие они хотят подарить но мне вот самое интересует смотрите сейчас участвует разных категорий а кольцо то диаметр вот на палец она одинаковая я уверен что они делали ну там 21 если выиграет какой-нибудь дрич то его просто это кольцо бальтаться на пальцы будет что как это а если выиграет трубин и ваш пальцы в два раза больше чем у этих мелких это вот это тоже интересно что на веревочку и повесят и на шее или просто трофей конечно не они ходить навряд конечно все-таки это трофей будет и его куда-то надо ставить на полочку это охраняемая чтобы какой-нибудь сосед не пришел хорошо тянули верхом сегодня кстати очень много разрывов было так второй поединок у них и выигрывает этот кстати очень хорошо сделали так что до двух побед потому что уже точно чувак который оппонент знает что да я проиграл так дмитрий трубин сейчас борется кто-то задел камеру об ну вот опять же трубин победил и никто не видел как он победил понятно что там в одну калитку но почему не снимать почему где главный режиссер оператор то есть он должен переключать вот только борьба вот переключил атмосфера такая интересная хорошая атмосфера все болеют вот кстати когда небольшое такое помещение это принципе все так миленько а вот когда большое вот как у мазуренко в руме и туда приезжаешь на принципе она помещает очень много народу вы быстренько просто быстро то сразу заходишь и кажется что народа мало и как бы посещаемость соревнований как-то маленькая но это так куда не это всегда так а вот когда была варшаве еще тогда не миров был туда приезжаешь что в отеле тоже помещение такое ну побольше этого но было круто реально круто так сделали два инвалида борются хорошо что во всех странах почитают вот как этому бороться инвалиду без руки он же не упирается совершенно то надо чтобы ковая мышца были развиты очень хорошо очень хорошо наградили инвалидов отдельно человечность превыше всего так смотрим болгарин два раза меньше реально в два раза меньше так хорошо получает фол но молодец что вообще лезет в абсолютку что участвует лучше чем просто сидеть и наблюдать ты приехал так далеко и что не попробовать почему бы нет уже победил 1 почему бы опять не побороться правильно делать это посмотрел на него слышь сынок ты куда ты хочешь нельзя шевелиться вообще получит 2 и проиграет опять продавливает ничего себе вы видели блин а фигеть больший большой чувак и проиграет просто чего куда раза меньше его как так то если я ошибаюсь его была травмирована правая сегодня на соревнованиях у него короче дали фоллу и проигрыш и 2 2 поединок вот так масса оказывается не так сильно решает на исход поединку об нервы сдают конечно опять фол получает сейчас таки проиграет это будет эпично ну что смотрите какие тупорылые операторы они борются они что снимают то блин что они снимают то блин идиоты блин организаторы поработайте съемкой короче 11 выиграл это ослана конечно здоровый мужик но проигрывать чуваку который два раза меньше это но не годится не понимаю что димитрий этот крепкий пацан когда уже этот поединок закончится так разрыв они вообще операторы сдурели здесь тут поединок они снимают фанатов были в меня уже бомби нормально затылок снимать нормально затылок снимать еле-еле затянул это фолл фолл проиграл победа смотрите смотрите его реакцию ну что это такое это шок смотри уже к нему даже обращается апелляция да не хочет уходить конечно прикиньте если бы вас который 80 килограмм вас победил 40 40 килограммовый смешно было до обида короче они уже стараются уже через видео посмотреть реально вот поединок этот если в реальном времени и без сокращений блин минут десять он точно по куда не менялись по куда и выставлялись короче он не согласен объясняет все нормально ты 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 просто дерган 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 интересно интересно нормально еще чувак прославился 9 ты уже все топ ты знаменитый чем мы вахтинка богдан смотрим трубина в одну калитку так смотрим и гармазуренко уже бк постит что вы играли слава так смотрим трубин и этот как его неправильно назову фамилию перпирали и итальянец короче он очень крепкий вот этот это ляжка он как-то вот этого слона и победил он травмировал его правую руку там чё-то можете посмотреть видео у меня на канале есть самое первое квалификации интересно можно сразу сдаться сказать мне все я знаю что он победил будет бороться чё так смотрим что-то за руку он держится чё здесь не то все короче он отказался вот как я говорил слушать нормально но толку реально толку смотрим а с этим итальяшка итальяшка опять хотела выиграть его но все это взял отомстил его и жестко так чуть кисть не выломал и так пальчики кисточка там болела его замоченный конечно уже стоит уже думает быстрее бы дома было бы интересно если познать что творится в головах у соперников ну и соперник вообще видеть чтоб транслировали так опу одного этого этого другого представьте то вы приезжаете на соревнования и вам нужно это еще думать чтобы вас не засмеяли там еще чё прикольно было ну что ох красавчик жалко фол так надо на тренажере мазуренко проверить эту итальяшку его тоже натяжка там под 140 повторно так с подседиком такой итальяшка это хорошо когда подседаешь ой хорош ну покажи нормально оператор красава красава сейчас бомбанет главное что в трицепс не дал зайти все все 11 скорее всего будет ой как опасно ой как опасно очень опасно боролся алан фол получил второй фолл победа тому 11 вот это красивый поединок вот это поединок вечера стояночка а сам получает фоллик так оба здесь оба схватился за что-то хана связочки но такой не дал как они ничего не случилось так придерживает оба ему аналида зря ручку травмировал видно руку травмировал слушайте но это это интересно знаете есть такая абсолюткая вообще не интересная это интересная довольно это тальяшка очень сильно интересно перели перели я не знаю что здесь происходит но девка вышла из каким-то чуваком бороться видно шла ничего не умеет дала положила этого время вот как вот абсолютка идет и и что это или это развлекательно вообще последний вот это поедина был до этого хотя я не понимаю вот этот димитрий не боролся трубе но уже финале как бы не должны бороться это понимаю не тянут время просто вот такая развлекуху сделали мужская сила тоже крепенький но девушка которая занимается она крепче все таки вот так так вытащила еще одного короче то дают отдохнуть спортсменам перед финалом перемотала как специально для вас чтобы посмотреть как она сейчас дернет смотрите вот нифига себе еще разок смотрим как жестко короче напишите нормально если так затягивать или нет мне кажется блин ну можно как бы травмировать нечаянно соперника очень легко вот так надо расправляться с дрищами а сам сейчас смотрит и думаю что то здесь не то вот так не напрягается все дайте мне мое колечко я уверен что в этом помещении очень жарко если там кондиционера нет и столько народа видно то лоб блестит правда 1 2 3 красненькие такие парели все таки вот парели правильно дмитрий конечно офигенно еще третье место да короче предшествие было серебро повесили не тому потом перевешивали так а вот и колечко а мы думали где она делась слушать ему штупа за пакетик вы покажите что за кольцо достань дмитрий очень интересно посмотреть как она выглядит гимн хорошо это очень хорошо короче три часа мы вместили в 20 минут так как блин реально высидеть три часа вот за монитором это сложно короче смотрите я думаю лайк заслужил комментарий пишите смотрите другие видео финалы будут загружены после этого всех категорий короче кольцо было подпилена как раз подмитрия трубина то что уже знаю что никто больше не примет смотрим что происходит после соревнований все фотографируют сейчас фанаты подбегут колечко мы так по ходу и не увидим и